Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня мы продолжаем свою огородную азбуку на тему формирования томатов, удаления листьев. И сейчас вот в этом видео я хочу рассказать поподробнее про удаление листьев. Про удаление листьев никогда нет у всех одинакового мнения. Я уже говорила, что есть два чуть ли не враждующих лагеря, которые первые говорят, что вообще нельзя удалять листья, что это необходимо растению. Другие удаляют вообще, можно сказать, все листья. Вы, наверное, видели часто, показывают теплицы, ну, в видеороликах или фотографии в интернете. И там вот эти голые стволики и помидоры, а листьев вообще нет. Я вам скажу сразу свое мнение, что я нахожусь ровно посредине. У меня лысых помидоров, томатов никогда нет, ни в теплице, ни на улице. Но и лохматых, у которых растет все, что природа дала, тоже нет. И вот лично мое мнение. И я считаю, что все-таки такое вот своевременное, разумное удаление листьев помогает и нам, помогает растению побыстрее сформировать плоды, побыстрее, чтобы они созрели. И как начинать? Вот смотрите, я делаю так. У всех же разные способы. Как я говорю, что кто-то вообще до лысого, кто-то вообще не трогает. Когда я высаживаю свою рассаду, у меня уже 2-3 листика нижних удалены. Вы сами видите, когда мы рассаду выращиваем, и если ее еще долго мороз, например, ну, вот как про открытый грунт я сейчас буду говорить, долго мороз, высадить нельзя, она немножко перестоит. Нижние листья, они уже сами по себе начинают немножко желтеть и засыхать. А так как при высадке я всегда томат немного заглубляю, заглубляю, потому что обычно в это время уже внизу начинают образовываться воздушные корни, она хочет увеличивать корневую систему. Некоторые высаживают вровень, но я заглубляю, заглубляю всегда, мне это нравится. Хотя некоторые говорят, что это задерживает на какое-то время, но вот пока она образовывает эти корешки, там ничего страшного. Зато потом эта корневая система, когда полностью образуется, он как поплет, догонит остальных. Но сейчас не про корневую систему. Удаляю 2, например, нижних листика и заглубляю. Ну, сантиметров на 10. Вот в этом случае заглубление, ой, удаление листьев обязательно. Хотя некоторые говорят, ну пусть они там будут в землю. Все-таки не рекомендуется, чтобы вот эти вот листья попали в землю. Ни в земле не оставляю, ни те, которые касаются земли. Потому что при высадке, когда мы рассаду высадим, некоторые листья прямо вот лежат на земле. И все знают, что это мостик для фитофторы, для всей патогенной микрофлоры. Не надо, чтобы он лежал на земле, чтобы он гнил, чтобы он мог, чтобы потом началась дальше инфекция. Это вот чисто с таких, из профилактических целей, чтобы все это проветривалось. Что у меня всегда, вот посмотрите мое видео, у меня от земли до листьев всегда есть расстояние достаточное для того, чтобы особенно в теплице чтобы ветер как прошел, и вот так все продул. Все, чтобы было сухо, чтобы, не дай бог, где-то что-то не завелось. Что у нас заводится, вы знаете. Потом все высадили мы листья. Начинают помидоры цвести, начинают формироваться. Когда следующий этап удаления листьев? Ну тут опять же, мнение у всех расходится, я расскажу о себе. Вот сформировалась вот эта кисть нижняя. Пока она формируется, листья, конечно, которые под ней, они обязательно нужны. Но как только она начинает созревать, вот когда полностью размер плода достиг того, ну какой он будет, окончательной, короче, вот этой границы, и томат уже начинает краснеть или желтеть, все. Тут уже сигнал к тому, что старые листья можно удалять. В это время обычно, вот ради интереса, посмотрите, когда спеет вот эта гроздь, то нижние листья, которые под ней, они обычно уже, ну как я их называю, листья пенсионеры, они уже свою миссию выполнили, все. Они обычно или желтенькие, или какие-то такие засохшие. У них уже нет такой молодости и силы, как у верхних листьев. Я считаю, что удалив нижние листья, мы только освобождаем растения, потому что все-таки растение их питает. Оно тратит на это силы, оно тратит питательные средства, все. И когда мы удаляем нижние листья, но это в том случае, когда кисть уже созрела, то мы даем возможность растению эти силы бросить на формирование новые листвы, которые вот уже, новые, вы видели какие, они сильные, они здоровые. Именно там происходит весь фотосинтез. Ну не только в самых верных, а вообще я говорю, что в здоровых. И вот этот желтый, такой вот уже какой-то скукоженный, такой потасканный лист, он уже никакой пользы не приносит. Никакого там фотосинтеза, никакие там с корневой системы питательные вещества не перерабатываются, уже не помогают. Вы по внешнему виду сами увидите, что он уже никакой, он вам не помощник, его можно смело обрезать. И так вот на протяжении всего сезона. Я делаю так. Многие делают, вырезают больше или меньше. Это все зависит от того, конечно, и от сорта. Есть сорта, у которых мало листиков, и вроде даже вырезать-то их жалко, но рука не поднимается. Есть мало облицвленные, а есть такие густые. Такое впечатление, что они кормят только вот эту зеленую массу себя. Вот у таких листьев я еще вырезаю и средний ярус, еще до того, как поспеет томат. Потому что вижу, когда очень много, ну вы сразу поймете, вы подойдете к томату, и видно, что, о, одни листья, одна зелень. И вот это вот, когда много зелени, оно тоже мешает. Оно не то, что мешает, а тормозит созревание, тормозит получение вот этих вот урожаев. Все. В самую первую очередь, еще повторю, удаляю те, которые касаются почвы, удаляю те, которые при заглублении нужно закапывать, было бы. Я никогда листья не закапываю. Во вторую очередь, все старые, все застовшие, все пожелтевшие, вот эти нижние. В третью очередь, после созревания, созрела вторая кисть. Например, вы уже сняли первую, вот начинаете снимать вторую, мы продвигаемся. Под второй кистью тоже можно уже убрать, раз там уже помидоры. Ну все, они готовы, вы сейчас их сорвете. И так мы продвигаемся, но все листья никогда удалять нельзя. Растение, листья, это такой же орган, как корень, как стебель, как плоды. И без растений, ой, без листьев, растение очень плохо будет себя чувствовать. Ну, я уже говорила, что именно в листьях и фотосинтез, и все это преобразование, вот этих вот элементов, микро и макроэлементов, которые просто так же не могут, не может растение употребить. Оно там все перерабатывается, под влиянием нашего солнышка, под воздействием. Все, вот моя политика, листовая такая, что старые прочь, желтые, почерневшие там. А, еще хочу сказать про заболевание. Обязательно надо удалять все листики, на которых пятнышко. Вот, бывает, начинается фитофтора у людей. Если вы заметили, на обратной стороне листа какой-то пушок, какие-то вот эти, видно, что грибки, ну, хоть что. На нижней стороне листа ничего не должно быть. Я рассказывала, что я провожу медосмотр, раз в неделю заглядываю вниз листа. Если вы увидели какие-то пятна, эти листья обязательно нужно удалять, выносить с участка куда-то, или сжигать, или в мусорку выбрасывать. Также кладоспариоз. У многих в теплицах проблема. Кладоспариоз. Листья больные кладоспариозом, с явными признаками, их нужно обязательно удалять. Тут еще какая проблема? Он может у вас, ветерок подует, он может у вас разместись по всей почве, по всей теплице, избавиться потом будет очень сложно. Вот эти с явными признаками, листья с пятнышками, все надо удалять в мешочек целлофановый или в пакет, чтобы не растрясти и вообще выбросить куда-нибудь подальше, вон в мусорку, чтобы увезли вообще на полигон, чтобы не распространялись болезни. Все. Для чего мы удаляем листья? Это я как подвожу итог. Ну, во-первых, удаление старых больных листьев помогает растению, чтобы болезнь не очень быстро распространялась дальше. Все-таки это как профилактика все. Во-вторых, лишнюю зелень она уже не выкармливает. Когда много листьев, это то же самое, что пасынки. Мы же пасынки удаляем, чтобы облегчить немного листьев. Ну, во-вторых, это и солнцепроводимость или солнцепроникаемость. Когда много вот этих листьев, иногда солнце вот первый ряд загораживает второму, не проходят вот эти лучи. Это тоже очень плохо. Вообще удаление листьев, это очень такая тонкая грань. И никто точно вам никогда не скажет, сколько бы вы не задавали вопросов, сколько штук надо удалять, когда именно. Это все вы должны почувствовать сами. Вы должны почувствовать, посмотреть, подойти и понять, что растению вот эти листья не нужны, что ему тяжело, ему много, нет солнца, он не успевает их обрабатывать. До помидорок не доходят, вот эти питательные вещества. Вы все это почувствуете, когда немного повнимательнее начнете относиться к томатам, и вы все будете понимать. Это, конечно, не в первый год, но через 2-3 года обычно люди все понимают, начинают понимать. И все самостоятельно, уже без лишних советов, знают, сколько листьев обрезать, какие удалить. Я обычно, когда посынкую, тогда и листья обрезаю. А, забыла сказать, фрагментарно обрезаю. Вот лист висит, весь удалить жалко, половинку обрезаю. На следующий заход, через неделю, эту половинку полностью убираю, она уже стареет. Все, до свидания. Ничего сложного нет. Один раз послушать, раза два сделать, и у вас это на подкорке останется на всю жизнь. Все, желаю хороших вам результатов на будущий сезон.